Лучших спортсменов Гомельской области чествовали в Гомельском облсполкоме. Заслуженные награды вручили атлетам региона, которые в прошлом году завоевали медали на международных стартах. А таковых у нас 167, 46 золотых, 54 серебряные и 67 бронзовых медалей. Награды вручили и тренерам, подготовившим триумфаторов, а также спортсменам, которым назначены стипендии облсполкома. В этом году их будут получать 149 спортсменов региона. Нынешний год Олимпийский, и у Гомельщины уже есть 11 лицензий на игры в Токио. Впереди еще ряд лицензионных турниров. В Гомельской области снизилась тяжкая и рецидивная преступность. По информации, озвученной на итоговой коллегии прокуратуры, в 2019 году в регионе было совершено меньше убийств, грабежей, угона в авто и краж. Снизилось и число преступлений среди ранее судимых лиц на 8%. Вместе с тем, общее количество зарегистрированных в области преступлений увеличилось на 17,5%. Стало больше преступлений в общественных местах, из которых каждое третье – хулиганство. В определенной степени рост обусловлен и активизацией киберпреступников. В Гомеле подвели итоги работы Главного управления землеустройства облсполкома за минувший год и уточнили задачи на 2020. В прошлом году в оборот вовлечено почти 14 тысяч гектаров потенциально плодородных земель, в том числе около 10 тысяч сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, примерно каждый третий гектар, который может приносить прибыль, требует значительных капитальных вложений. Где-то необходимо сначала снести постройки, где-то деревья. Еще одна проблема связана с самими участками. Некоторые из них настолько маленькие, что сельскохозяйственная техника здесь просто не пройдет, а заниматься лесопосадками нерационально. Что касается населения, то в прошлом году с аукционов реализовано свыше 200 земельных участков, что позволило пополнить бюджет более чем на 3 миллиона рублей. В банке данных насчитывается около 5 тысяч участков, при том, что в очереди на индивидуальное жилищное строительство находится 2200 человек. Среди озвученных задач на этот год – государственный контроль за охраной и использованием земель, а также наведение порядка на них. В первую очередь это касается животноводческих объектов и прилегающих к ним территорий. На заседании Президиума Гомельского областного объединения профсоюзов подвели итоги деятельности за прошлый год. В 2019-м в области создано 235 профсоюзных первичек, что почти на четверть больше, чем в 2018-м. Их членами стали почти 1800 человек. Что касается работы по защите прав трудящихся, то за прошлый год в профсоюз поступило 120 обращений граждан, более 35% из которых уже решены. Люди получили недоначисленные деньги, продлили действия контрактов и уладили другие спорные вопросы с нанимателями. В некоторых случаях получили полную правовую помощь под ключ – от грамотного обращения до судебного заседания, после которого возвращались на свои посты и продолжали трудовую деятельность. Так, за 2019-й год правовые инспекторы восстановили на рабочем месте 15 человек и помогли вернуть 297 тысяч незаконно удержанных рублей. В Управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горосполкома озвучили нынешние планы по снижению уровня безработицы. Значительное внимание будет уделяться обучению новым профессиям и помощи в открытии собственного предпринимательского дела. Сегодня в Гомеле на официальном учете находится 326 безработных. Это самая низкая численность за последние 30 лет. Вместе с тем, это не значит, что можно успокоиться. 30 января на переобучение направили первую в этом году группу безработных из 12 человек. Кроме того, в последнее время все более значительное количество безработных начинает заниматься предпринимательской и ремесленнической деятельностью. В прошлом году соответствующий курс в Гомеле прошли около 70 человек. Профилактическое мероприятие «Беспрепятственный проезд» проходит в регионе. Во время месячника пристальное внимание инспекторы ГАИ уделят Гомелю и крупным райцентрам, где особенно актуален вопрос парковки. Мероприятие направлено на профилактику нарушений ПДДФ, в частности, правил остановки и стоянки авто во дворах, а также возле объектов нежилого сектора. Припаркованные не по правилам машины создают препятствия для движения и работы транспорта оперативного назначения, скорой помощи пожарных коммунальных служб. В течение месяца инспекторы обследуют дворы многоэтажной застройки, территории торговых и промышленных зон. ГАИ напоминает, за игнорирование требований правил остановки и стоянки предусмотрена административная ответственность, предупреждение или штраф в размере одной базовой величины. При повторном нарушении двух автомобиль может быть эвакуирован на штрафстоянку.